Добрый вечер! В эфире телеканал ЖТУСУ Новости. В студии для вас работает Ануара Мангельдинов и сурдоперевод обеспечивает Марат Жумабеков. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На встрече с главой региона Амандыком Баталовым. Капшагай. Одно из главных туристических мест области. Здесь действует 85 объектов туризма. Из-за пандемии зоны отдыха работали с 50% наполняемостью. Пользуясь временным затишием, власти района намерены провести работы по благоустройству пляжа номер 8. Но это требует финансовых затрат на проектно-сметную документацию в размере 2 миллионов тенге. Кроме того, 91 миллион тенге необходимо для закупа дополнительного освещения на улицах города. Радрабатывается ПСД по восстановлению ирригационных сетей щенгельдинского массива. Реализация проекта позволит обеспечить поливной водой более 1760 гектаров орошаемых земель подвешенной площади. Ещё один важный вопрос, требующий дополнительного вливания в строительство школы в Капшагая на 900 мест и 20-квартирный арендный дом в Заречном. У нас в 10-м микрорайоне есть участок 3,9 гектаров земли. Недавно мы получили госакт и перенаправили его в отдел строительства. Мы подали заявку на строительство 6 домов по 60 квартир каждая. 81 миллион тенге нам надо на строительство и 21 миллион на инженерные сети. Если вы дадите добро на постройку 20 домов в Заречном, то затем мы приступим к строительству этих домов в Капшагае. Таким образом, у нас уже есть план действий за два года вперёд. И мы планируем работать на опережение. Туризм в приоритете и в Сарканском районе. Для его развития вдоль побережья озера Балхаш планируется проведение работ по улучшению инфраструктуры на сумму 4 миллиарда тенге. А для обеспечения транспортной доступности горного туризма необходим средний ремонт дорог. Все эти проекты непременно приведут к росту числа туристов, уверен Аким района. Вложение в виригационные сети, Тауке, Ашелиюзек – ещё один вопрос, требующий детального рассмотрения. Вода по каналам поступает на 28 тысяч гектарах орошаемых земель. Учитывая, что Акцузский сахарный завод выходит на полную мощность, возделывание сладкого корнеплода – первостепенная задача. Перебоев или нехватки воды быть не должно, заявил Амандык Баталов. На проектно-сметную документацию требуется 888 миллионов тенге. А чем больше поливных земель, тем больше севоборотов идет, тем больше потом увеличивают площадь посева сахарной северной. Другие районы чуть-чуть подожду. Где свеклосеющие, с местного, даже республика, первое седение, местное, берег надо развивать эти северы. Новый сквер появится на самой длинной улице Казахстана. Цветочные клумбы, деревья, скамейки и различные инсталляции станут его украшением. Для воплощения этого проекта власти Моногорода Текили нуждаются в 20 миллионах тенге. Говоря о проблемных вопросах, решением задач обеспеченности качественной питьевой водой жителям Моногорода стало бурение четырех скважин. Однако для завершения работ необходимо дополнительные 14 миллионов тенге. А для решения проблемы очередников намерены возвести 5-40 квартирных домов. На подготовку поезда необходимо 87 миллионов тенге. Амбициозные планы строятся и в сфере туризма. Летать на парашюте, покататься на велосипеде, покататься на мотоциклах, на квадроциклах. Это вот такие вот хорошие. И когда туда приезжают, гиды будут у нас находиться и здесь, и гиды будут здесь. И именно сама школа гидов, у нас тоже ребята приехали, говорят, хотят открыть школу гидов. Здесь разместиться и уже с ними отрабатывать, и уже дальше по направлению все будет отрабатывать. Завершающий отчет представил Аким города Талдыкурган Галмжан Абдраимов. Городоначальник выразил потребность в приобретении 38 единиц техники на сумму 1 миллиард тенге. Это два лаповых снегопогрузчика, пять поливомоечных машин, 20 тракторов, пять комбинированных мини-машин для уборки тротуаров и другое. Коммунальная техника призвана выполнять работы по обслуживанию городской инфраструктуры. Амандык Баталов поддержал идею и поручил внести его в реестр. Вместе с тем глава региона подверг жесткой критике реализацию проекта по привлечению инвесторов. Областной центр подытожил Аким Алматинской области. Пример для всех районов и городов ЖТСУ. И работа здесь должна проводиться на высоком уровне. Дамир Анитов, Абзал Нусипов, Телеканал ЖТСУ. Уверенный шаг к развитию туризма. В государственной историко-культурном и природном заповеднике музея Тамбалы открылся туристический центр. Ранее приехавшим полюбоваться наследием минувших эпох приходилось довольствоваться, походными условиями. Теперь же для них работает двухэтажный культурно-исторический объект с загадочными многовековыми экспонатами. Историко-архитектурный комплекс Тамбалы может предложить туристам порядка пяти тысяч наскальных изображений, а также древние захоронения, святилища и многое другое. Теперь этот богатый древним наследием край украсил двухэтажный туристический центр. Общая площадь строения почти полторы тысячи квадратных метров. Следует заметить, торжественное открытие состоялось в преддверии дня первого президента. «Эта идея реализована по поручению президента страны в целях популяризации нашего культурно-исторического наследия и создания комфортных условий для туристов нашей страны и зарубежья». Архитектурный комплекс является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО уже более 15 лет. Самые ранние петроглифы, по мнению экспертов, относятся к XIV веку до н.э. Открывшийся туристический центр сможет привлечь большую аудиторию к наследию наших предков. Таких в стране к настоящему времени уже три. В целом работа по развитию культурной отрасли в Алматинской области ведётся на постоянной основе. «На сегодняшний день 24 объекта культуры отремонтированы. В общей сложности на это затрачено порядка 7 миллиардов тенге. На следующий год запланированы работы по 21 объекту. Аналогичные работы ведутся ежегодно». Внутри туристического центра предусмотрены 10 гостевых комнат. Также на прилегающей территории стоят юрты с атрибутами казахских традиций и быта и различные ручные изделия мастеров. По окончании торжественной церемонии открытия прошла научно-практическая конференция и презентация книги «Наскальное искусство ЖИЦУ». Работа, посвящённая историко-архитектурному комплексу «Танбалы» при поддержке Акима области Аманды Кабаталова, вышла на казахском, русском и английском языках. Рустам Аралбаев, Курманжан Хасмжанова, Аманжао Жункешев, Телеканал ЖИЦУ. Что препятствует диспетчерам не от ложки? Молниеносно реагирует на поступающие звонки абонентов. Ведь в первую очередь именно от их мобильности и профессионализма зависят человеческие жизни. Однако в последнее время зафиксированы случаи, когда жители попросту не могут дозвониться на пульт диспетчерской службы. В создавшейся ситуации разбиралась наша съёмочная группа. Мы находимся в самом сердце станции скорой помощи, куда поступают звонки со всей Алматинской области. На этом табло отображаются все данные звонков, которые поступили за истекшие сутки, в том числе и недозвонившихся. За одну смену в диспетчерской областной станции скорой неотложной медицинской помощи поступает около трёх тысяч вызовов, большая часть которых – консультативного характера. Каждый звонок регистрируется в системе и по длительности не превышает 75 секунд. А вот средний показатель времени ответа оператора – 5 секунд. На экране пульта есть и графа недозвонившихся абонентов. К слову, вызвать 103 можно как со стационарного, так и с мобильного телефонов. Но, как показала практика, не все модели сотовых поддерживаются системой. В свою очередь хочу сказать, таких звонков недозвонившихся очень мало. Звонят обычно новые модели телефонов, вот китайские, они недозваниваются. Теперь вот эти все недозвонившиеся, вот у нас есть монитор, там все вызовы у нас фиксируются. Мы можем проверить, из какого телефона. Ежедневно мы к концу смены, в течение смены проводим анализ. Если у нас на табло висит недозвонившийся, вызов уже определяется, мы определяем, открываем это через сервер, через аудиозапись, находим мы этот вызов и перезваниваем, и стараемся записать и отправить в бригаду. Сотрудники станции скорой помощи настоятельно рекомендуют гражданам в случае невозможности дозвона на пульт неотложки запомнить два способа. В таких случаях надо набирать вначале цифру 9, потом 103. Если нет такой возможности, 112 подключайте, звоните им, они автоматически подключают к нам, и вызов мы получаем. Как показал социологический опрос, работа станции скорой помощи жителей областного центра устраивает по всем параметрам, а их всего два – доступность и качество предоставления медицинских услуг. Как раз коронавирус был, и у меня случился так, что там сосуд лопнул. Приехали быстро, отвезли в многопрофильную, всё было чётко, молодцы, спасли, всё сделали. Дня три назад супруге стало плохо, и я обратился в скорую помощь. Дозвонился с сотового телефона. Никаких проблем у меня не возникло, и скорая приехала быстро. Спасибо. У меня жалоб нет. Я вот эту неделю, вторую, я вызывала три раз на ночь, и мне быстро приезжали, и услуги оказывают. Вот на скорую я не жалуюсь. В диспетчерском пункте станции скорой помощи каждую смену трудится свыше 25 человек. Помощь сотрудникам здесь есть электронная карта Алматинской области. На ней через спутниковую связь фиксируется местонахождение каждой кареты скорой и их статус в режиме реального времени. В любой момент машина с бригадой медработников на борту готова прийти на помощь в считанные секунды. Достаточно набрать знакомый номер 103. Гульмира Тимиргалиева, Ержан Дусен, Телеканал ЖТСУ, Талдыкурган. Свыше двух миллионов жителей Алматинской области на сегодняшний день получают полный спектр бесплатной медицинской помощи. К их числу в ноябре текущего года присоединились еще 9 тысяч человек. Такой статистикой поделился директор областного филиала фонда ОСМС Нурлан Оторгалиев на площадке ЖТСУ-Медиа. Благодаря ежегодной кампании прикрепления к поликлинике каждый казахстанец имеет возможность выбрать либо сменить медучреждение по своему усмотрению. В распоряжении граждан 38 медицинских организаций. Три из них, новые, начнут оказывать медицинскую помощь населению со следующего года в рамках договора с фондом медицинского страхования. Выбрать при этом важно поликлинику в шаговой доступности от места жительства или работы советуют специалисты. В таком случае врачи смогут посещать пациентов на дому, что особенно важно в период пандемии. К слову, пройти процесс прикрепления или смены поликлиники можно и онлайн через электронный портал ЕГОВ. Если есть определенные вопросы справочного характера, либо определенное недовольство пациентов в отношении наших медицинских организаций в нашей области, то есть они могут обратиться по данному номеру 14.06 колл-центр, либо по мобильному предложению Кулдау 24.7. Если граждане в нашей области оплатили ЭСП, из них 40% это составляет как раз таки взносы фонда социально-медицинского страхования. То есть оплатив ЭСП автоматически они становятся застрахованными. Выплату зарплат учителя Малматинской области задержали в связи с пандемией. Такие случаи были зарегистрированы в ряде городов и районов, сообщает руководитель областного департамента по обеспечению качества в сфере образования. По словам спикера, проблемы в выдаче положенных выплат они выявили в ходе плановых проверок. Причина тому многочисленные жалобы педагогов области. Нарушения, как заверяют специалисты, были устранены. Специалисты обошли 29 областных школ. Помимо прочего, ими было проведено и 37 внеплановых проверок, в результате которых выявили 6 нарушений статуса учителей. В связи с этим директора одной из районных школ привлекли к ответственности. За 10 месяцев было рассмотрено порядка 200 подобных случаев. Население может обратиться на наш сайт, на наши личные страницы в социальных сетях. Инстаграм, Фейсбук, Телеграм. В этих социальных сетях у нас есть свои личные странички департамента, куда пишут и могут написать о тех фактах, которые нелицеприятных фактах, о нарушениях, если они присутствуют в этих организациях образования. А также на сайте есть наши личные телефоны руководителей, поэтому они могут обратиться. Израиль и Объединенные Арабские Эмираты открыли коммерческое авиасообщение. Дубайский авиаперевозчик доставил первых пассажиров из Тель-Авива. Это первое регулярное коммерческое сообщение, открытое между ОАЭ и Израилем после нормализации отношений между двумя странами. Пассажиров израилетян приветствовали сотрудники пограничной службы Эмиратов. Ранее такой же рейс был совершен из Дубая в Тель-Авив. Израильский премьер-министр Бениамин Нетаньяху назвал его историческим. Тубайский перевозчик будет выполнять рейсы в Тель-Авив два раза в день, а израильские авиакомпании собираются начать такие полеты в следующем месяце. Во французском Нанте прошла масштабная акция протеста против законопроекта о всеобъемлющей безопасности. Он был принят в первом чтении Нижней палаты парламента. Статья 24 спорного законопроекта предусматривает уголовную ответственность за публикацию изображений полицейских при исполнении в целях нанести ущерб их физической или психологической неприкосновенности. Против выступили французские СМИ, опасающиеся ограничений при освещении действий полиции. Власти просят не беспокоиться граждан. Премьер-министр страны уже заявил, что формулировка статьи будет пересмотрена. Легендарные боксеры Майк Тайсон и Рой Джонс прошли процедуру взвешивания и провели дуэль взглядов перед выставочным поединком. 54-летний Тайсон показал на весах почти 100 килограмм, а 51-летний Джонс оказался легче его на 5 килограмм. Бой двух легенд бокса состоится в Лос-Анджелесе 29 ноября. Поединок покажет казахстанский телеканал Казспорт в 7.50 утра по времени столицы. Резкое понижение температуры воздуха в отопительный период привело к перебоям в подаче природного газа в Талдыкургане. Проблемы наблюдаются в основном в селах Отинай, Еркен и северо-западном жилом районе областного центра. В некоторых домах газа и вовсе нет, а в других очень слабое давление. В чем причина, выясняла Кульнас Мустафа. Подключили газ, все было хорошо, тепло в доме. Вот с наступлением холодов начались перебои. За 15 дней уже три раза такое случается. Замерзает труба. Вот уже сколько дней мы каждый день мучаемся, нету газа. Вчера, например, вот газ полдвенадцатого уже не было. Заявку дали, только вечером шесть часов пришли. И представляете, вот целый день нету газа, не можем ни кушать сварить, ни чаю попить. И вот такое каждый день творится уже вот с начала зимы. Лед прямо в редукторах, натуральный лед прямо стоит. Вот такая проблема у нас. Аварийная служба ЖТСУского филиала акционерного общества КАЗ, Трансгаза Аймах сейчас работает в усиленном режиме. Все 15 бригад на линии. По словам слесаря Олжаса Серегбай, он за последние несколько суток спит всего по 3-4 часа. Все остальное время приходится в буквальном смысле слова спасать людей от холода, устраняя неполадки на линии газопровода. Нормальному газоснабжению мешает образование конденсата на трассе. Вот внутри редуктора лед, значит там есть вода. Проблема в этом. С наступлением холодов очень много таких случаев. До пяти утра работаем, очень много заявок, не успеваем. Заявок действительно много. В день порядка 500 звонков поступают в колл-центр Каздрансгаза и Мака. Аварийно-диспетчерскую службу поступают в день где-то 400-500 заявок. Это из-за того, что редуктора индивидуальных ШРП замерзает и не работает. Из-за этого газ отключается. Специалисты не успевают наладить процесс на всех проблемных участках своевременно. На один им приходится выезжать по нескольку раз. Чтобы быстрее устранить такие технические неполадки, на самых сложных участках устанавливаются конденсата сборники. Здесь конденсат сборник устанавливаем. Вот ВШГРП это газорегуляторный пункт. Получается с высокого на среднюю понижает давление и дает газ на население. Устанавливаем конденсат сборник для того, чтобы откачать воду из газопровода. В Талдыкурган природный газ был подан в конце 2017 года. Проблемы с наличием воды в системе были уже тогда. Как говорит представитель газового хозяйства, было зарегистрировано тысячи случаев. Из года в год их количество растет на свежеподключенных участках. Одна из причин наличия воды в системе это несоблюдение норм строительства при прокладке газопровода. Почему мы считаем так? Для примера возьмем АГРС, автоматическая гороспредитательная станция. Талдыкурган находится на высоте около 600 метров над уровнем моря. Рядом, как вы знаете, с Талдыкурган находится поселок Балпыкпи, где также была проведена газификация. Считаем, что если проблема в газе, то были бы отключения также в поселке Балпыкпи, так как идет одна магистральная труба в город Талдыкурган. На сегодняшний день какой-то информации, жалоб, с Балпыкпи никакого не было. На сегодняшний день отключаются районы это Отинай, Еркен, северо-западный жилой район. Это районы, которые буквально за период, за последние 12 месяцев был подан газ в эти районы. Как уверяют представители газотранспортирующего хозяйства, уже скоро проблемы на новых участках будут устранены. Сразу 10 конденсата-сборников устанавливаются в районы областного центра, которые недавно были подключены к газу. В целом, ЖТСУский производственный филиал акционерного общества «Казтрансгаза-Имах» обслуживает население Толгарского и Лийского районов и города Талдыкурган. На сегодня ими подается газ более 37 тысячам абонентов жилого сектора и более 900 объектам промышленного производства и коммунально-бытового хозяйства области. И на этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь. До свидания. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok